Пятый канал представляет Вставок больше нет, спасибо Семь красного Чичалицын Какие люди? Сэмвел Джон Ну что, опять Мою казино без копейки денег оставил, да? Да, конечно Скорее солнце взойдет на западе Удача любят тех, кто в нее верит А ты почаще к нам заходи Может повезет когда-нибудь Даже если мне очень сильно повезет Ты всегда в плюсе останешься Мудрый человек Мудрый человек Мудрый Ты только помнишь Во всем надо Миру знать Да ладно Я же сюда не за деньгами хожу Деньги у меня есть Мудрый человек Мудрый человек Мудрый человек Ну, сам все понимаешь Понимаю Ну что, может покушать поедем? Да, давай, брат Покушай самок Покушай Возвращайся Всегда рад Все остаются на местах Работает собак Оставайся здесь, Лука Здесь не выйти Там тоже бойцы стоят Твою ж Давай на кухню Куда он делся? Аплодисменты Я думаю, откуда такой запах же тошнит? Смени эти колонну. Как думаешь, послание от убийцы? Не знаю. Может, ему нравилось, есть такие фишки на ужин. А что, есть люди, которым нравится эта гадость. Руккола, брокколи. А нашему жмурику нравилось есть пластик. Или давай сделаем ход конем. Отправим все материалы ФС. Пусть они сделают анализ ДНК и сразу найдут преступника. Лень, ты достал уже. Ни уничай его к тебе не идет. Спартак, дорогой, я ведь не так часто к тебе прошу в чем-то. И так всю ночь в вашем управлении провел. Даже покушать не дали. Нехорошо как-то. Я постараюсь, короче. Ты очень, очень постарайся. А то люди сами начнут выяснять, вопросы разные задавать. А у меня с Лукой отношения были не очень простые. Царствие ему небесное. Про нас с Артуриком всякое плохое думать начнут. Я все понял. Спасибо, дорогой. Еще и казино закрыли. Где теперь отдохнуть? Хоть в Ириван летает. Ну, другие же казино тоже есть. Не скажи. Другие казино совсем не то. Везде брат обманывают. Но здесь я точно знал, насколько. И пульс у меня был спокойный. Большой Арарат, малый Арарат. Большой Арарат, малый. Это было лучшее казино. Спартак, сделай так, чтобы мое сердце снова стало спокойным. Постараюсь. Собор приехал по вызову, поступил анонимный звонок. Личность звонившего установить не удалось. А что там со Светом случилось? Почему вырубили? Ну, да ребятам романтики захотелось. Ну, там свечи и все такое. Я тебе устрою вечер при свечах. А также варфоломеевскую ночь и утро стрелецкой казни. Понял? Понял. Ну, мне был лучший день с самым ценным сотрудником. Я... Такой... Ух. Свет вырубила охрана казино. У нее на этот счет была четкая инструкция, чтобы успеть вывести хозяина. К тому же мы всех посетителей отработали. В теории у каждого из них был мотив убить Луком. Но прямых доказательств. У нас пока нет. А, вот это вот значит в его арту нашли. Да. Я вот помню, дело одно громкое было. Это еще в конце девяностых. Тогда этих казино на каждом углу... Так вот, кто-то повадился хозяев этих казино убивать. Ну, там три-четыре случая было всего. Я точно не помню. Но самое интересное. Всегда вырисовывалась одна и та же картина. И фишка во рту. Вот так вот. Ой, Иван Васильевич, я прошу вас, не показывайте на себе. Это плохая примета. Да ну тебя, Лавров. Переживаю просто. Ага. Так вот, дело это расследовал. Мой очень хороший знакомый. Андрей Васильевич. Ну, он тогда в соседнем районе служил. Хороший мужик. Сейчас на пенсии. Книжки пишет. Ну, все как там. В девяностых было. Вот так, значит. Но я же вам говорю, мне осталась одна глава. Еще дня четыре, я вам все пришлю. Я понимаю, что у вас сроки. Но я тоже не конвейер. Мне еще иногда надо есть и спать. Ладно, все. Больше разговариваю. Андрей Васильевич? Здравствуйте. Мы от полковника Малькова. А. Здравствуйте. Здравствуйте. Раздевайтесь. Ну и разувайтесь. Вот тапочки. Да, помню, было такое дело. Убийцей там был один парень молодой. Якушев, фамилия. Бизнесмен. Быстрый поднялся, компьютерами торговал. Ну, а как деньги большие появились, решил удачу попытать на рулетке. Ну, и попытал, так что без штанов остался. А мстить, значит, начал. Ну, да. И каждому убитому в рот фишку клал. Подавитесь, мол, вашими бабками. Извините, я о вас держусь. Ну, это не серьезно. Спортсмен? Да, где-то, вы знаете, ему не надо. Он как выпьет, потом его по городу ищи свящие. Запойми, короче. Понимаю. Ну, за знакомство. Да, за знакомство. Извините, а этого Якушева его посадили? Конечно. Пожизненно ему дали. А из родственников у него кто-нибудь оставался? Нет, родственников не было. Жена была. Но когда он без денег остался, она с ним развелась. Ну, сейчас. На, почитай. У меня здесь все написано. Повторим? Да. За нашу службу. Наша служба и опасные труда. И на первый взгляд, как будто не видно. В твоем случае, на второй. Юра, вот, ты это неправильно. Что-то все о работе. Тебе надо редактором пойти в издательство. Потому что, в чем основной навык опера? Общение. Вот так посидеть душевно, поговорить. А ты? У меня вот тоже редактор все время названивает. Давай быстрей, давай быстрей. У нас, говорит, молодежь книжку за неделю пишет. А я так не могу. Я иногда часами могу каждое слово обдумывать. Извините, Андрей Васильевич, это вы, известный писатель, можете себе такое позволить, часами думать. А у нас на это времени нет, на это обдумывание. Нам идти надо. А на пассажок? Да. Ну, раз надо, значит, надо. Да. Партак, давайте я тебе шаверму сделаю. Нет. Да ладно. Нельзя мне. Иногда нужно себя радовать. Я тебе диетический вариант сделаю. В Москве знаешь, что я в этот соус добавляю? Что? Кетчуп. И корейскую морковку кладут. А, и называют все это шавурмой. А? Вот как такую гадость кушать можно? Не, у нас тоже бывают кулинары. Это добавляют. Брусничное варенье. Что с этим делать будем? Я говорю, закрывать таких надо. Да я про Санвелла. Вопрос решать надо. А как? Вот когда я не знаю, что делать, я у умных людей совет спрашиваю. Да. Номер квартиры какой? На, понял. Можно было никуда не ездить. Мне всю информацию за 10 минут нашли. Чего тебе нашли? Практически советы, как не быть занудой при длительном половом воздержании? Нет, как алкоголь разрушает мозг. Но в твоем случае разрушать уже нечего. Якушеву приговор пересмотрели. И поводу отпустили. Об этом все журналисты в интернете писали. Но только твой Андрей Васильевич немного не в курсе. Понимаешь? Он книжки писал про свое светлое прошлое. Только зря на него время потратили. Зря-то, Юра. Васильевич отличный опер. Был когда-то. Уже все сто раз изменилось. Давай посмотрим, как работают настоящие профессионалы. Ничего, если я постою здесь. Давай. Давай. Юр, признайся, ты просто завидуешь. Чему? У Васильевича есть что рассказать. А ты о чем на пенсии книжки будешь писать? Ха, я представлю название твоей новой книжки. Абонент вне зоны. Цитирую. Когда злодея Якушева не оказалось дома, я решил вычислить его по телефону. Но так как телефона у него не было, я решил ждать, пока он его купит. Леонид, ну пошел ты, а? О, а я вас как раз еще. А, че там по убийству в кандидатах? А ты с какой целью интересуешься? Ну, может помощь какая нужна. Я же этот, сотрудник, короче. Спартак, тебя опять родственник попросил помочь. Кстати, Спартак, раз ты сотрудник, на твоем участке проживает один криминальный элемент по фамилии Якушев. А два месяца назад освободился. Так знаю. Он железо собирает, потом на металку сдает. А ты говоришь, современные технологии. Вот мой личный GPS-навигатор. Ну, давай, рассказывай. О, так вот он, короче. А ну, стоять! Давай, 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 давай! Спартак, молодец! Изюма, хочешь? Нет, Якушев, че-то не сходится. Если ты ни в чем не виноват, ты чего от нас удирать стал? А че, мне с тобой в засос целоваться? А ты металл где украл? Какой металл? Не было никакого премия металла. Слушай, я вот никак одного не могу понять. Ты че так нежливо разговариваешь, а? Мы тебя в убийстве подозреваем, а ты? А ты с нами по-хамски разговариваешь? Не-не-не-не-не-не-не. Я уже свое отмотал, а у вас не удастся на меню мокруху повесить. У меня алиби. Железное? Да, угадал. Я лом собирал по району. Люди видели, подтвердят. Якуш, повиж не видимо, разговаривай. Мы это проверим. Проверяй, начальник, проверяй. Все, задержали убийцу. Я его лично поймал. Ай, молодец, Спартак, Джан. Ну, порадовал тестя. Молодец. Как Зара-то? Все нормально у вас? Пойдет, не жалуемся. Ну и хорошо. Слушай, мне же тебя как-то отблагодарить надо. Ну, ну, мы же родственники. Слушай, может мне тебе машину подарить? Хорошая машина – это слишком дорогой подарок. Ну, для такого зятя мне ничего не жаловать. Музыка 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, простите, простите, что помешал работе великого сыщика. Ну что, за победу новых технологий над бульварным чтивом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юра, ты андроид. Ленин, можешь просто помолчать и не мешать мне работать. Ну что, посадили этого южика-диста? Его отпустили. Это как? А вот так. У него алиби. Подтвердилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вячеслав Павлович, просто мужчина спрашивает. Неожиданно, Андрей Васильевич, гонорары от книжек карманы жмут. Решили на пенсии развеяться? Архипов, я хоть и на пенсии, но ты ж меня знаешь. Знаю. Пять лет за колючкой провел. Вашими стараниями. Надеюсь, сейчас не по мою душу? Прошу вас, сохраняем спокойствие. Спокойствие сохраняем. Все в порядке. Получается, убийца один из тех, кто был в ту ночь в казино. Но, значит, каждому из них нужно более внимательно присмотреться. Нет, мы все-таки что-то упустили. Идеально. Это я про книгу. Майор Романов. Да. Поехали. У нас убийство. И... Ну что, можно я не поеду? Можно я книжку почитаю, а? О! Конечно. А где Вячеслав Павлович? Он же с вами был. Пенсионер, я с тобой разговариваю. Руку где? Ты че старый, а? А ну, стул на землю поставь. Быстро, быстро, быстро. Андрей Васильевич, а как вы здесь оказались? Знакомого одного искал. А что? Ничего. Просто у нас в дежурку поступил анонимный звонок. Якобы здесь человека убили. Значит, я опоздал. Погодите, а это ваша машина? Моя. Багажник откройте. Че ты тут гиперекстрасенсов-то устраиваешь? Как вы можете это объяснить? А ну, стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ошибка вышла. Не тот этот человек. Не убийца, короче. Спартак, дорогой, сегодня такой день хороший. А ты с такими плохими новостями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное, не что ты делаешь, а как ты это делаешь. Даже Артурика об этом знает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно. Сам буду разбираться. Поехали, брат. А я? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты? Прогуляйся. Воздухом подыши. Погода прекрасная. А ходить тебе пешком очень полезно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, тесть. Жаль, такой цирк испортили. Ну, что ты уставился? Я за тебя, падла, полжизни в клетке провел. Думал, подохну, там нет, выпустили, слава богу. Тут опять ты, что тебе от меня надо? Чего вам всем от меня надо? Да ты не из-за меня полжизни потерял. Из-за себя. Кто ж ты заставлял от уха до уха людей полосовать? Чего? Чего ты там лепишь? Кого я полосовал? В книжке про тебя все написано. В сарай тоже написано. А там знаешь, что лежит? А труп Луки еще в морге? Да. Ну, это точно сделан Якушев. А кто? Тот, кто читал мою книгу. В смысле? Я когда книжку писал, мне редактор сказал, надо бы пожестче. Перерезанное горло – это очень красивый художественный образ. Якушев на самом деле бил заточкой в артерию. Учись, как работают профессионалы. На эту тему много кто говорит. А в чем твой интерес со мной? Да не поверишь. Думаю, все время об этом даже кушать не могу. В нашем возрасте за режимом питания нужно следить. Да. Ну так что, поможешь, уважаемый? Ну, в отличие от тебя, у меня с аппетитом все в порядке. Артур. Отдай водителю. А мертвых плохо не принято говорить. Но этот Лука, ты же знаешь его. От него мало кто довольным выходил. Разве что ты. Но у тебя денег немерено. Что есть, то есть. Свою не отдаем, чужому не завидуем. В общем, был один человек из Москвы. Непростой человек, большой. И как-то ему не понравилось, что он совсем пустой от Луки вышел. А Лука он краев не видел. Не сообразил, кого на деньги опустел. А исполнителем кто был? Кто знает. Ну, по раскладу кто-то из своих. Из сотрудников. Кажется, я знаю, кто это. Был там один такой, нервничал. Все по телефону разговаривал. Хочу, я тебе шаверму сделаю. Да отстань ты от меня со своей шавермой, короче. Может, мне из города уехать? Зачем? Он отец твоей жены. В том-то и дело, что отец. Я его расстроил. Спартак, чем занят? Чай пью. Поехали. Куда? Надо одного человека навестить. Теряю время. Вспоминаю. Кто из вашего персонала читал вот эту книгу? Ну, я читал. Хорошая книга, кстати. А еще кто? Виталик Табаков. Ну, охранник наш. Он постоянно в туалете запрется и сидит читает. Фиг его выкуришь оттуда. Ой, извините. Адрес его есть? Да, конечно. У нас же инструкция. Сейчас. Фартак, а что происходит? Да мы тут это, короче. Так мы тут тоже, короче. Гражданина отпустили? Да мы его сейчас сами к вам привезем. С ним один уважаемый человек хотел поговорить. Ну, привозите его к нам в отделение. Мы его тоже за решетку посадим. Там поговорят. Ну, зачем вы так? Лечит машину мне быстро. Иначе я сейчас в башку прострелю. Парень, парень, успокойся. Успокойся, отпусти его. Стой. Он молодой. Леня! Леня, Леня, Леня. Лень! Табаков уже в СИЗО. Дал показания. У заказчика убийство установили. Информацию передали в следственный комитет. Ну, что сказать. Молодцы. Молодцы-то, молодцы. Ну, а как же так с Васильичем-то получилось, а? Да редактор не вовремя позвонил из издательства. Да. Андрей Васильевич, приветствую. Как дела? Нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. Да я уже так, как друшлаг. Что, у меня одно верко больше, одно меньше. Андрей Васильевич, отпишите. Ну... Это ж надо. Да. Андрей Васильевич, вы... Извините-то, что я, ну... Да ладно, нормально все. Свои люди. Вот вам фрукты. Ну, фрукты-это хорошо. Ну, это же запах. Да? Васильич, вы у нас человек уважаемый. Короче, вот вам коньяк. А может, подожди-ка, вот. Вот коньяк. Настоящий армянский, пять звезд. А то, что вы подарили, не факт, что коньяк. Да, ну, вообще... Спасибо. Вот это уже совсем другое дело. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.